Здравствуйте! В эфире информационная программа неделя Ядзера Сакузаева. Чем запомнилась эта неделя? События, факты и комментарии. Эффективность работы властных структур и прозрачность их деятельности становится приоритетной задачей. Об этом шла речь на заседании правительства под председательством президента Леонида Тибилова. Внимание к проблемам населения, оперативная реакция на любые обращения – такую задачу ставит глава государства перед властными структурами. И руководители министерств, и ведомств, и сотрудники должны чаще бывать в районах, то есть выходить из комфортных кабинетов в народ. Еще один важный момент, который подчеркнул президент – прозрачность работы, активное сотрудничество со СМИ. Для нас, журналистов, эти слова президента имеют особое значение, потому что подчас процесс получения обычной информации напоминает сбор разведданных в тылу врага. В то время, когда журналистам всевозможных сайтов, порой не очень дружелюбных к нашей республике, информацию дают оперативно и охотно. Руководителям министерств и ведомств было рекомендовано чаще выезжать в районы республики. Даже в самые отдаленные села. В связи с этим было поручено составить график этих поездок. Главам районов, по мнению президента, следует проявлять оперативность в подведении итогов работы сельских администраций. Президент особо сосредоточил внимание на работе по заявлениям граждан республики. Леонид Тибилов подчеркнул и необходимость прозрачности в отношениях власти и народа. Все ветви власти должны защищать интересы народа. Каждый по своей линии чувствует ответственность. А вот то, что я сказал, что неделя мы должны в Квайса бывать, и непосредственно в районных центрах. Министр финансов республики Аза Хабалова предложила проект закона о внесении изменений и дополнений в закон Республики Южная Осетия. О государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2016 год. Голосование было единогласным. Единогласно был утвержден и проект закона Республики Южная Осетия. Об административной и уголовной ответственности за незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ. Председатель комитета по налогам и сборам Владимир Каджаев предложил положение о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями. По его словам, это абсолютно новое явление в нашей Республике. И к введению нового положения комитет подошел со всей ответственностью. Новый закон распространяется не на все торговые объекты. Плательщики специального налога и единого налога имеют право не устанавливать кассовые аппараты, а их в Республике около 80% от всех налогоплательщиков. Сегодня во многих крупных торговых объектах уже установлены аппараты. По словам Владимира Каджаева, новый закон призван защищать как потребителей, так и предпринимателей. На заседании обсуждали и изменения, внесенные в систему утверждения на руководящие должности в детских садах и школах. Заведующие детским садом или завуч школы должны пройти аттестацию в Министерстве образования. Воспитанием наших детей, их обучением, и здесь каких-либо отклонений не должно быть. И мы должны видеть в каждом директора и государственного, государственника. Я часто вообще не говорю, а не так, вот я здесь хозяин, и все остальные в их главе. А рычаги наши у вас здесь. Рычаги на директора мы должны влиять. Мы же знаем, что в школах не создаются резервы. Большая ответственность ложится на тех, кому доверено образование детей. Поэтому спрос должен быть соответствующим, отметил глава республики. Роза Тедеева, Яна Плиева, Лена Газаева. Специально для программы «Неделя». Закон об административной и уголовной ответственности за употребление наркотических средств, принятыми на совещании изменениями, будет направлен в парламент на рассмотрение. При положительной оценке закон может вступить в силу уже в феврале текущего года. В новых поправках, которые одубило правительство, сохранена уголовная ответственность. Этот закон об административной и уголовной ответственности за употребление наркотических средств применяется конкретно к тем, которые употребляют эти запрещенные вещества. Мы ужесточили административное наказание. Тот человек, который первый раз будет задержан в состоянии наркотического опьянения, будет оштрафован. И если раньше в подобных случаях размер штрафа составлял от 4 до 5 тысяч рублей, то теперь при вступлении закона в силу размер штрафа составит от 8 до 10 тысяч рублей. По отношению к человеку, который в состоянии наркотического опьянения будет задержан во второй раз, будет применяться специальная статья, которая также внесена в закон. Статья предусматривает задержание человека сроком от 6 до 2 лет. Тот, кто попадется в третий и последующий раз, будет задержан сроком от 1 года до 3 лет. Мы это все ужесточили, чтобы молодежь чувствовала ответственность и избегала употребления этих средств. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов поздравил руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Иванова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной деятельности, на благо Великой России. Леонид Тибилов также выразил уверенность в том, что при непосредственном участии Сергея Иванова югостинско-российское сотрудничество будет и в дальнейшем укрепляться во имя благополучия двух братских народов. Леонид Тибилов направил еще одну телеграмму с поздравлениями президенту Республики Науру, барону Дивовеси Вака по случаю Дня Независимости. В телеграмме говорится, это важное событие в истории вашего государства стало символом свободного демократического развития независимой республики Науру. Сегодня Науру уверенно укрепляет свои позиции в международном сообществе, развивает экономику, строит для народа достойное будущее. В этот праздничный день желаю вам и всему народу Науру крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Приседатель парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов также поздравил коллегу председателя парламента Республики Науру Людвига Дырангада Скотти по случаю Дня Независимости и отметил, что в Южной Осетии с большим уважением относятся к народу Науру, пожелав им мира, благополучия и процветания. Продолжаем выпуск. Гагский международный уголовный суд спустя 7,5 лет приступил к расследованию военных преступлений, совершенных в период вооруженного конфликта в Южной Осетии. Подробности в репортаже Эльвири Тибиловой. В Южной Осетии ожидаемое действие Гагского суда вызывает удовлетворение. В своем официальном комментарии Министерство иностранных дел Республики говорит о готовности Южной Осетии содействовать объективному и профессиональному расследованию преступлений грузинских властей против человечности. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве отмечают, что следствием должны быть рассмотрены не только события 2008 года, но и все попытки Грузии подчинить народ Южной Осетии. 27 января Палата предварительного производства Международного уголовного суда одобрила запрос прокурора Фатубинсуда о расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, цитата, совершенных в и вокруг Южной Осетии, конец цитаты, в период с 1 июля по 10 октября 2008 года. Республика Южная Осетия удовлетворена этим решением и, несмотря на то, что на ее территорию не распространяется действие римского статута, выражает готовность содействовать объективному и профессиональному расследованию. Считаем, что в материалы расследования преступлений, совершенных в ходе вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, безусловно, должна быть включена имеющаяся в республике доказательная база преступлений. Без этого компонента расследование Международного уголовного суда едва ли можно будет считать объективным. Недоумения вызывают временные рамки, ограничивающие иницированное Международным уголовным судом расследование. Убеждены, что без учета предыстории трагических событий августа 2008 года, следствие обречено на предвзятость в определении жертв и пострадавших в результате неоднократных попыток Грузии установить свою юрисдикцию над Южной Осетией. Юго-Осетинской стороной неоднократно ставился вопрос о необходимости изучения и расследования причин грузинской агрессии против Южной Осетии. Наша республика активно сотрудничала с Международной комиссией под эгидой Евросоюза, которая работала после августовских событий 2008 года. Тогда комиссия, возглавляемая дипломатом Хайди Талявини, признала, что войну начала именно Грузия. Власти Южной Осетии много раз обращались в различные инстанции, чтобы получить международную юридическую оценку злодеяний, которые были совершены против нашего народа не только в августе 2008, но и задолго до этого и даже после. В связи с этим расследованием мы надеемся, что это расследование будет объективным, что решение, которое Международный уголовный суд вынесет, будет справедливым и никакого политического давления на Международный уголовный суд не будет извне. С нашей стороны, со стороны Южной Осетии, мы готовы оказать всякое содействие, чтобы оказать помощь в расследовании. Свидетельство преступлений режима бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили во время войны 2008 года помимо уголовных материалов Южной Осетии подкрепляются и материалами российского уголовного дела, более 30 тому, в которого были переданы прокуратуре Международного уголовного суда. Во время августовских событий грузинские войны напали также на российских миротворцев, а грузинский батальон миротворческих сил самовольно оставил свои позиции. Всё это должно быть отражено в расследовании Международного уголовного суда. Однако же в Южной Осетии выражают сомнения в объективности следствия Международного правового органа. По мнению госсоветника президента Константина Кочева, с властями Южной Осетии прокурор Международного суда сотрудничать не станет, чтобы избежать даже намёка на признание международной правовой субъективности нашей страны. Насколько будет быстро идти следствие на данный момент, сказать сложно. Это всё зависит от того, какие установки получили следователи. Если есть желание использовать как политический какой-то рычаг, для этого уже есть какие-то основания, начать думать. Потому что заявления, которые сделала Фату Бен Суда, они явно могут рассматриваться как в поддержку позиции Грузии. То есть они ангажированы однозначно. В этом случае может быть довольно быстрое разбирательство с внесением каких-то обвинений против Южной Осетии и России. Меньше надежды, что они будут рассматривать всерьёз вино грузинских преступников, которые здесь совершили просто чудовищное злодеяние против народа Южной Осетии. Тем не менее, юго-осетинская сторона готова направить материалы, если будет официальный запрос от уголовного суда в Гааге. Мы готовы сотрудничать с этим следствием, представить все нужные материалы дополнительные, чтобы добиться наконец справедливости. Пока власти республики могут судить по предыдущим попыткам достучаться до инстанций международного права, признать агрессию Грузии против народа Южной Осетии, которые до сих пор оставались безрезультатными. Будет ли результативным разбирательство Международного уголовного суда Гааге, покажет время. На этой неделе гостем студии прямого эфира ГТРК ИРК стал председатель правительства Доментий Колумбегов. У жителей республики была возможность задать любые интересующие вопросы. Вопросы касались развития сельского хозяйства, экономики в целом, восстановления разрушенных в ходе войны домов. Кадровых проблем, которые на протяжении долгого времени стоят остро. Нужно привлекать молодых специалистов, искать места их трудоустройства. Тем временем многие пенсионеры не уходят на заслуженный отпуск, занимают должности, а то и по две. Подробнее о том, что еще говорил премьер-министр об итогах прошлого года, чего удалось добиться, о планах на будущее в нашем сюжете. Прямой эфир председатель правительства начался с итогов прошлого года. Рассказал о том, чего удалось добиться и о планах на будущее. Шла речь о работе кабинета министров. Доментий Колумбегов подчеркнул необходимость активизации работы исполнительной власти, оперативности в решении поставленных задач. Перед каждым министром были поставлены конкретные задачи. Были обозначены конкретные ориентиры, которым мы должны двигаться в той или иной сфере. Я почувствовал, что на некоторых направлениях работы мы не делаем того, что надо было бы делать. Сегодняшние задачи, которые стоят перед нами, и те темпы, которые мы хотим задать нашему развитию, этим требованиям деятельность отдельных министерств и членов правительства не соответствует. Многие граждане республики часто обращаются к президенту, к председателю правительства, часто это жители отдаленных сел, преодолевая немалые расстояния, хотят рассказать о своей проблеме первым лицам. И зачастую это вопросы, которые можно решать на местах или хотя бы получить ответ. Я лично буду очень тщательно анализировать работу местных наших органов власти, администрации и на уровне районов, и на уровне сельских администраций, как они работают с населением. Интересовались восстановлением жилья, разрушенного в 2008 году. Восстановлением ветхих домов. Председатель правительства объяснил, что пока нет программы строительства ветхого жилья, финансирование под нее еще не выделено. Но тем, чьи дома пострадали в августе 2008 года, будет оказываться помощь в строительстве. Говорили о развитии сельского хозяйства. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы на рынок поступали продукты, произведенные в нашей республике? Мы в этом году, наверное, один проект по развитию интенсивного садоводства уже запустим место. Инвестор, который вкладывает свои средства, берет кредит в российских банках и хочет реализовать вот такой проект. У него есть опыт. Компания «Эвродон» тоже выступил с инициативой и выступил инвестором по реализации проекта по переработке мяса. Это тоже свой толчок к развитию животного садоводства должно создать. Проблема некачественного бензина и ценами на него также интересовали граждан. Почему цена выше, чем в Северной Осетии, и к тому же бензин, реализующийся у нас, некачественный? Премьер-министр заверил, что проводится постоянный контроль качества бензина и даст еще раз поручение проверить. Важный вопрос – землепользование. Землю розданы, многие взяли в аренду землю еще в 90-х годах, так и не начав ими пользоваться. Немаленькие территории, которые заросли кустарниками. Доментий Кулумбегов рассказал, что прорабатывается механизм возвращения этих земель. Мы этого же арендатора, на определенных условиях, его вовлечем в то же сельскохозяйственное производство. Ему тоже будет лучше. Сегодня он взял эту землю и смотрит на нее, как она зарастает кустарником. А завтра, когда мы на этой земле что-то сможем построить, мы его тоже вовлечем в эту деятельность. И он какую-то свою выгоду будет из этого получать. Строительство и сдача в эксплуатацию нового жилья ждут с нетерпением множество семей. Их волнует, как квартиры будут распределяться и не будет ли несправедливых фактов. Глава городской администрации Иван Алборов не раз говорил, что все документы тщательно проверяются. Создана комиссия и в первую очередь жильем будут обеспечены остронуждающиеся. Списки очередников будут в дальнейшем проверяться и не раз. Чтобы мы оттуда исключили тех, если кто-то туда незаконно попал. Те, кто имея жилье еще под какими-то разными прикрытиями и хитростями хочет получить еще жилье, вот эти граждане должны отказаться. И позволить нам действительно, бедным людям, которые нуждаются, получить это жилье. Услуги оператора сотовой связи «Мегафон» не устраивают граждан республики. Высокие тарифы, некачественные связи, интернет. Был задан вопрос, не появятся ли на нашем рынке другие сотовые операторы, чтобы был выбор. Надо сюда еще привлекать одного оператора. Я хочу сказать, что сегодня мы с одним оператором переговоры по этому вопросу ведем. Об этом тоже проинформировали. Говорили о кадровых вопросах. На сегодняшний день много молодых специалистов трудоустроены. В их числе и тех, кто работает в селах республики. Как молодежи найти свое место? На самом деле, да, многие трудоустроены. Но не будет ли вот такого конфликта между поколениями в отношении того, вот вы пришли, чтобы мы ушли с этих мест? Мы сегодня не говорим, что мы должны увольнять вот без оглядки лица с технических пенсионного возраста. И вы знаете, что мы внесли соответствующие изменения в так называемое Морозовское постановление, да, в народе так его называют. Постановление правительства, по которому лица, достигшие 65-летнего возраста, подлежат безусловному увольнению. Мы записали, сохранится этот порог, но мы записали, что по усмотрению руководителя организации, то есть работодателя, мы ценим, уважаем их опыт, их героический труд в трудные годы, когда он был. В конце прямого эфира Доментий Кулумбегов отметил, что продолжится восстановление столицы, строительство дорог в сел республики, возведение детских садов и школ, начнется строительство государственного университета. Все вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, поступившие и в виде звонков и посредством смс-сообщений, переданы в прослужбу правительства для дальнейшей работы. Георгий Плиев, Зарим Арсоева, специально для программы «Неделя». Одним из этапов программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения стало открытие в школах республики хореографических студий национальных танцев. Три года назад были введены эти студии, пошита прекрасная форма, хореографические кружки сразу же стали популярными среди учащихся. Желающих познать все секреты остинского танца оказалось много. И сегодня можно говорить о результатах. Ежегодно на фестивале соревнуются юные танцоры со всех уголков нашей республики. Победителей объявили на галоконцерте, который прошел в киноконцертном зале «Чермен». На праздники танца побывала и наш корреспондент Яна Плиева. Традиционный праздник национальной хореографии является одним из самых массовых фестивалей. Ежегодно он собирает ребят из всех уголков нашей республики. Районные коллективы наряду с городскими образовательными учреждениями становятся его активными участниками. В фестивале приняли участие более 15 коллективов со всей республики. С каждым годом фестиваль приобретает более массовый характер. На этот раз на одной сцене выступило более 300 детей. А это говорит о том, что программа духовно-нравственного воспитания продолжает работать спустя несколько лет. В течение двух дней воспитанники хореографических студий, работающих при школах, соревновались на лучшее исполнение народного танца. На сцене были исполнены почти все национальные танцы и отличались они грациозностью исполнения. Именно это качество в первую очередь и оценивало жюри. От мала до велика в самых разных возрастных категориях дети показывали свое мастерство, наработанное в течение года. В прошлом году, как раз в это время, всем школам были разосланы положения об участии в фестивале. И за эти 12 месяцев они готовились к фестивалю. Некоторые концертные номера содержат в себе целую историю. Танец не ради танца, а с целью раскрытия лучших традиций и культуры наших предков. Именно в этом и состоит еще одна цель фестиваля – рассказать и показать таким образом детям, насколько богата интереса культура родной земли. На галоконцерте члены жюри озвучили победителей ежегодного фестиваля. Третье место присудили Дмениской средней школе. Второе место разделили между первой средней школой и Схинвальской школой-интернат. И третье место разделили между Дзавской средней школой и пятой школой. Как отметила министр образования Наталья Гассиева, на Вернига членам жюри было непросто распределить между участниками призовые места. Посредством танца участники показали, что являются достойными носителями культуры. Приятно отметить. Наши дети указали не только замечательное исполнительское искусство. Они сказали нам, рассказали нам, убедили нас в том, что знают, что значит каждое движение руки, каждый поворот головы. Они умеют с достоинством носить осетинский национальный костюм. А это очень многое. Спасибо вам всем, ребята. Также хореографические коллективы, не занявшие призовые места, получили дипломы. Яна Плеева, Александр Гочиев. Специально для программы «Неделя». На этом у меня все. Будьте в курсе всего происходящего и до свидания.